Добрый день! С вами «Всё путём»! Цикл радиопередач о правилах дорожного движения и вообще обо всём, что так или иначе связано с машинами и дорогами. Сегодня четвёртый выпуск этой программы. Её веду я, Екатерина Богданова, а в гостях у нас инструктор по контраварийному вождению Геннадий Стрелков. Геннадий, здравствуйте! Здравствуйте! Но перед тем, как перейти к общению с нашим гостем и перед тем, как обозначить тему нашего сегодняшнего эфира, я напомню, что мы выходим в прямом эфире, это значит, каждый может к нему присоединиться. Наш телеграмм привязан к номеру 7-921-708-2006. Именно туда вы можете писать, можно задать вопрос нашему сегодняшнему гостю, можно самостоятельно прокомментировать тематику сегодняшней беседы. Также напомню, что посередине программы мы уйдём на небольшой перерыв рекламный, буквально на 2-3 минуты, потом вернёмся к вам и продолжим разговор. На всё про всё у нас не так много времени, примерно 28 минут, от которых полторы мы уже вот так вот забрали. Так что предлагаю всё-таки перейти уже к непосредственному общению. Тема нашей сегодняшней программы звучит так. Выходим из заноса. Почему? Ну, естественно, потому, что наш гость как раз инструктор по контраварийному вождению и всем этим правильным выходом из нестандартных ситуаций он как раз и учит детей. Контраварийная подготовка или контраварийное вождение – это практика, как говорит нам статья из интернета, предвидение опасных ситуаций, несмотря на неблагоприятные условия или ошибки других при управлении транспортным средством. Проще говоря, это значит уметь водить машину так, чтобы не попасть в аварию, даже если на улице гололёд или с вами рядом в этот момент оказались неадекватные водители. Я всё правильно формулирую или что-то не так? Ну, и да, и нет. Про детей сразу хочется сказать. Занимались мы тоже детьми. Детьми тоже. Всё-таки дети тоже были. Там важно, что рост доставал, но это отдельная история. Они смелее бывают взрослых. Ну, а вернёмся к контраварийному определению, как прозвучало. Слушайте, и да, и нет. Нет почему? Мы, наверное, появится у нас в разговоре такое определение, как защитное вождение. Защитное вождение, да. Давайте проведём аналогию по здоровью человека. Есть мероприятия, поддерживающие наше здоровье, а есть какие-нибудь хирургические срочные вмешательства, чтобы уже уберечь от беды. Спасти жизнь. Да, да, да. Победить. Поэтому тут, в принципе, важно, конечно, не вляпаться в такую ситуацию, когда тебе придётся уже применять эти меры к утрамовому вождению. С другой стороны, самое простое, что их объединяет, например, дистанция, так называемые три секунды, которые часто мы можем слышать в разных школах. И когда мы занимались, к этому мы подойдём, наверное, поговорим ещё, когда мы занимались групповым обучением, и возникала так называемая карусель из движущейся друг за другом автомобилей, хоровод, и у одного из участников что-то не получалось, он встревал, разворачивался, терял управление. То следующий участник, конечно же, должен держать дистанцию, чтобы успеть оттормозиться на голорёде по льду. То же самое и в общественном, скажем так, потоке в движении, в общественной нашей дорожной жизни простой тоже. Не дай бог, что-то впереди случилось, у нас должно быть время принятия. Запас. Запас какой-то может быть. Да, да, да. Вот поэтому их, в принципе, это, может быть, объединяет. Мы так сразу с вами в тему глубоко нырнули, но хотелось бы всё-таки начать с того, как вы стартовали в вождении. Это было давно. Ещё за эфиром вы мне сказали, что получили права в далёком 84-м году, а в 88-м уже начали учить людей водить. Трудно ли было начинать, кто был вашим первым подопечным? Трудно ли начинать было учить или водить? Водить. Водить тоже, кстати, как это было в 80-х годах. Машин было меньше, конечно, Кольский проспект уже существовал. И первый урок «Приходи посмотреть на лампочки в этом КАМАЗе». Ну, я сел на место водителя, вот эта лампочка, эта, эта педаль, а теперь трогайся, а теперь поехали. И то ощущение мыла от шеи до по всей спине, я помню до сих пор. Переживали сильно. Это было, да, это было впечатлительно. Вот, да, права получил, и была такая пометка, что недействительно, действительно с 18 лет. А, потому что вы совсем молодым были. До 18. До 18 получили. Спасибо, ГСА, куда нас готовили. Так можно было раньше, кстати, получить 16, а потом 18. А ещё можно было в то время, имея за плечами стаж 3 года, учить другого человека. Вот именно поэтому вы воспользовались таким правом, воспользовались, и ученика обсудили в себе. Отклеили букву на лобовое стекло, на заднее стекло, вот, и поехали. В тот момент, когда буква упала, гаишник какой-то остановился, с длинным замечанием, и опять приклеили. Вот, и потихонечку были царапки, были ДТПшки лёгкие, даже при моей помощи педалей не было дополнительных. Да-да-да, как тормозили-то, если что? Просто кричали или хватали за ручник? Ну, в какой-то момент я понял, что кричать неконструктивно. Да, да. Мы теряем, как бы, связь с человеком, и поэтому лучше наперёд, наперёд подсказывать. Сейчас будет скоростной участок, сейчас будет сужение, сейчас будет скользко, притормаживай, больше притормаживай. Хотя, да, кстати, вы мне сейчас напомнили, когда в автошколе я встречался с человеком, и достаточно спокойно объясняю какие-то вещи, предупреждаю, если я сейчас заору, брось передать, ну, там, я, правда, голос получаю, чтобы человек подготовился, всё, убираю руки-ноги, дальше буду я рулить, сигналить, махать, всем привет передавать, такой тоже. А человек, который в 88-м году был вашим подобещанным, это девушка была? Да. Это была девушка, она потом сдала на права? Ох, не помню уже, потому что так было давно, мы просто, это был пропера. Да, на экзамен мы не выходили, то есть я не сопровождал экзамен, честно говоря, уже даже не припомню. А, да, вспоминаю, экзамен сам я сдал, тоже не с первого раза. Инспектор сказал, перестань мучить машину. Чем же вы его так мучили? Ну, я без подготовки, честно говоря, я пошёл после команды, я с Жигулей увидел эту первую маленькую перерыв, я не знал, как... А, у вас была уже С-категория, вы пошли на БЭС сдавать. Ну, вот, а после армии уже, а, в армии, да, вот как раз, кстати, пришлось присесть на легковой автомобиль, и по поводу контраварийного, действительно, служил я в Питере, в дождливом городе, после дождя надо было командира определённого срочно до 100 перевезти, я поехал за ним, а у меня техники поменяли резину, то есть надо было моё хорошее колёсо передать на другую машину куда-то, и я был недоволен состоянием... А вам поставили другие плохие? Да, я видел, что очень бывшие колёса, но задание было быстро привезти человека, и я помню это место, где управление, центральное управление ГИБДД в Ленинграде было, и на кочке я подскользнулся, машина поплыла, аквапланирование, то есть я потерял дорогу, машина ударилась о бордюр и стала переворачиваться. Почему я говорю «стала»? У меня было, есть в жизни пару эпизодов, когда ситуация быстро со стороны смотришь происходит, а у тебя она покадрова, как в кино, медленно... Медленно, перед глазами. Вот, хорошо, что я сидел в правильной позиции, руки на руле, я успел резким движением руль повернуть в нужную сторону, машина застыла на мгновение, я прям точно помню, что... На двух колёсах, на боку, да? Да, упала всё-таки на четыре колеса и не перевернулась. Что сказал командир? Я был без него, я за ним спешил. А, вы как раз за ним ехали. Да, да. Это был один из моментов контраварийного вождения в вашей жизни. Да, да, не осознавал какого-то, да, такого. Еще, перед тем, как перейти к контраварийному вождению, хочется вспомнить о таком периоде в вашей жизни, как ледовые гонки. Вы за эфиром говорили, что ими занимались, что это такое и как это происходит. Это прямо у нас в Мурманске делается? Впервые наших мурманских спортсменов я увидел как раз-таки вот в Ленинграде. На проспекте Мариса Тореза есть мототрек. Вот к нему потом, может, вернемся еще. И наши мурманчане достойно выступили. Меня это очень так заинтересовало. Я, вернувшись с армии, нашел, где есть разные секции, спортклубы. В Мурманске уже? Да, 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 был в то время ДСАР, там поддерживал здорово. И, да, по области проводилось на озерах, Никель, Манчегорск, Кандалакша. В общем, замерзшие озера использовались. Семенского озера даже, припоминаю. Да вы что, прямо по Семенскому озеру гоняли? И когда мы уже стали более опытными ребятами, пытались тоже здесь организовать несколько лет назад, не прошло, там погода подвела. А, в принципе, были уже многие договоренности определены. Вот. И, да, озера нас помогли. В том числе, скажем так, когда я... Сейчас мы к озерам вернемся. В 2009 году мне сообщают, что в Национальном государственном университете Эминерисговта открывается кафедра автомобильного спорта, безопасности, дорожного движения. Я своей половине говорю, поедем поступать. Там надо было сдавать определенные задания, выполнять, в том числе не только писать русский язык, сочинения, но на машине определенные... А, практика уже. Да, да, поставлена задача. Мы решили приехать с товарищами на своей машине сдавать эти задания. Вот. Мы попали на бюджет, все хорошо сдали. Тут такой, какая, моментик. Раз мы поехали на машине, мы договорились с друзьями поехать заодно и в отпуск. Вот. Все объединительно. И на этом мототреке были организованы соревнования. Соревновались сначала подготовленные автомобили, а потом частный транспорт. Ну, частный транспорт тоже чуть-чуть можно подготовить. И мотор усилить, и коробку, блокировку поставить. Благо, что дуг нет в безопасности, поэтому скорости потише, поаккуратней. Вот. И я, увидев такую заявку, сказал своей половине, я участвую. Она была против. Мы выложили чемоданы. Я записался. У нас было меньше 30 человек, там 25, может быть, как она говорит, с трибуны. Все речали, ты ехал шепотом. Но третье место я завоевал. Да вы что, вот так вот практически сходу? Просто, скажем так, на дальнем повороте было определенное место, в котором я чуть не сложил машину. То есть я рисковал. Я проехал, я там не сбрасывал, но проехал, что можно было проехать. Поэтому сложилось. А что за машина была? Девятка. На девятке? Да, неподготовленная. Мы просто ехали в отпуск. И это как раз был лед? Нет, это как раз был грунтовый дорогой. Это грунтовка. Так вот, да. Так это самое. Когда я вернулся в Мурманск, я подошел к нашему Дмитрию Ходинь. Он возглавляет Федерацию автомобильного спорта. И предложил создать для спортивных заездов, воспроизвести конфигурацию этого мототрека. Ага. Мы на 19-м километре Ленинградки, о Ленинградке, прости, Серебрянке, лозера Лапоть Большой сделали. Как раз проходил, по-моему, этап северо-запада, чемпионата северо-запада. Приезжие гости с разных регионов были вдохновлены, ошарашены. Там трасса получилась очень широкая, длинная, 400 метров прямик. Противоположный метр тоже 400 метров. В поворот ребята заходили примерно на скорости 120 в управляемой по льду. Конечно, колеса были шипованные. Но всем приезжим понравилось, потому что и просторы, и скорость. И вот у нас возникла идея на таком широком полигоне как раз-таки с частниками позаниматься. Контраварийным вождением. Да, да. Потому что достаточно безопасно, если человек потеряет управление. То он никуда не врежет, да? Просто проедет дальше. Ширина позволяла, да. И как раз в тот период, насколько я помню, в 10-й год, в 11-й, несколько автошкол тоже заявляли о представлении такой услуги. Как бы пройти курс контраварийной подготовки. Мы с товарищем частным образом это делали. Можно, в принципе, было и посравнивать. Ну, скажем так, плюсы-минусы в любой организации были. У нас определённый был плюс, что мы сумели создать большую площадь разгона, рабочий. Ну, если рассматривать полигон от начала до конца, надо машину разогнать, надо отработать какие-то упражнения. Ну, заносы опустить, например. Да, и безопасно ещё, как бы, погасить скорость, чтобы вернуться. Это определено. Ну, и в ширину, если теряет машина водителя управления, чтобы она влево-вправо улетела. Кстати, я упустил. Мы же ещё начинали с Романом Мануковским в Мурмашах на старом аэродроме. И там тоже была площадка подготовлена? Да, мы приезжали заранее. Мы Уралом, в совершении, конечно, по договорённости с директором тогдашнего, с тогдашним директором, укатывали снег. Потому что была договорённость, чтобы наши покатушки не нарушали покрытие, так как малая авиация должна приземляться. Поэтому мы до упражнений, до занятий, после упражнений закатывали этот снег. И группы людей набирали, они приезжали стройными рядами по 8-10 человек туда, и мы ставили им задачи. Кто-то индивидуально обращался, имея определённые задачи, кто-то был готов в группе работать. А зачем это людям? Это те, которые часто попадали в такие непредвиденные ситуации и хотели знать, как из них выйти? Может быть, не на своём примере часто, может быть, и такие. Но, может быть, люди видят, что случается с другими людьми и хотят быть вооружены какими-то инструментами. Чем больше вы рассказываете, тем больше у меня в голове возникает вопросов. Но мне тут уже подсказывают, что мы лихо подобрались к рекламному блоку, вот так заговорив с вами об интересном. Так что продолжим уже во второй половине нашей программы. Уважаемые телезрители и радиослушатели, не переключайте FM-волну и свой телеканал. Мы совсем скоро к вам вернёмся. Всё путём продолжает своё вещание. Это цикл радиопередача о правилах дорожного движения и вообще обо всём, что так или иначе связано с машинами или дорогами. Сегодня четвёртый выпуск этой программы. С вами я, ведущая Екатерина Богданова, а наш гость – инструктор по контраварийному вождению Геннадий Стрелков. Рассказываем мы сегодня о том, как выходить из сложных ситуаций, из заносов на дороге и вообще, кто те люди, которые приходят учиться контраварийному вождению. О многом мы уже успели поговорить, но ещё больше хочется успеть спросить. Геннадий, давайте конкретно по ситуациям разберём некоторые самые такие ходовые, которые происходят на наших дорогах. Аквапланирование. Вы уже немножко затронули его в нашем разговоре, чуть-чуть, но теперь конкретно хочется спросить. Это тоже аварийная ситуация. Вот недавно было у нас в соцсетях распространено видео из Териберки, где по кромке воды мчится машина, потом заезжает глубже, в какой-то момент переворачивается, делает полный переворот, встаёт на колёса. Это тоже аквапланирование? И можно ли было избежать такой ситуации? И в какой момент? Или есть какой-то критический уже, критическая точка, после которого переворот автомобиля никак уже не уберечься от этого? Скорость, конечно, была приличная, и машина пыталась превратиться уже, наверное, в подводную лодку быстрее, потому что толщина воды. Слушайте, аквапланирование, там достаточно небольшой лужицы, да, даже вот смотрите, когда мы по городу движемся, и начнутся дожди, осень сегодня хорошая, и начнутся дожди, вы увидите на тех участках дороги, где явные колея, ручейки. И, скажем так, от скорости 80 за городом, или для тех людей, которые не все выполняют 60-ти километров вот этот рубеж, уже на плохой резине можно почувствовать, что она скользит. Дальше даже, когда в колею попала вода. Да, да, да. Ты тормаживать пытаешься или подворачивать руль, и понимаешь, что машина реагирует не сразу. Отпускаешь газ, машина теряет скорость, вот, и уже начинает более-менее и тормозить, и управлять. Конечно же, тут вопрос хорошего качества резины, в виде нечеловеком ситуации уменьшения скорости. Вот про спорт вспомнил. Действительно, левой стороной поймал лужу, не заметил ее на фоне, была утепель, и до веронки, весна уже, не заметил лужу и перевернулся. Была такая ситуация, да, потому что левую сторону затянуло, вот, руль, ну, короче, затянуло левую сторону, и это было все в повороте, и я прокинулся на боков. Автомобиль. Лужи было меньше, конечно, чем в Териберке, но, тем не менее, скорость там... Даже здесь автомобиль заводился на бок. Это было на полигоне, да, это было на автодром, который между Колой и Мурманском, Комсомольская горка. А как быть-то людям? Что делать? Вот если ты уже понял, что аквапланирование поймал, это в городе, лужа небольшая, ни Териберка, ни море, что делать конкретно? Наверное, снижать скорость и ждать, пока уже... Пока сцепление с дорогой становится. Да, 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 становится. Конечно, и тут мы возвращаемся к той самой безопасной дистанции, чтобы вам хватило времени, нам хватило времени, чтобы машина успокоилась. Ну, и многие вопросы по поводу того же заноса, они всё-таки надо предвосхищать. Чем уже потом и разгребать последствия. Да, 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 та же самая колея, та же самая колея. Не помню, какой год. Я обратил внимание, что на определённом участке города очень глубокая колея, прям сильная. И вечером звонит бывший ученица и говорит, меня развернуло именно на том участке. Как это произошло, я не успела понять. А я представляю физику процесса, когда передние колёса скатываются в колею в одну сторону, а задняя ось толкается в другую сторону из-за этих бугров. И машину, тем более при неумелом работе педалью газа и рулём, машину тоже в секунду развернуло. У неё был мощный автомобиль, она говорит, я не поняла, как это случилось. Поэтому вот как раз-таки мы и создавали на полигонах, на озёрах, на аэродроме определённые задания, чтобы машину провоцировать на занос, чтобы человек научился понимать, когда наступает этот момент, что делать. Если к тому же защитное вождение вспомнилось, мы должны уметь прогнозировать и думать наперёд, то в контраваренном уже думать некогда. Надо уже, чтобы набор вот этих действий, руки-ноги правильно боролись с заносом, не стучился хлыст в другую сторону, чтобы машину не начал разворачивать и доцветить его вовремя. В общем, оценивать правильную ситуацию. Вот, кстати, про заносы. Наши любимые. Чему нас всех учат в автошколах? Передний привод, уходим в занос, добавляем газ, задний привод сбрасываем. Что делать несчастным владельцам полноприводных машин? Это правда, что отпускать руль и молиться? Ну, ей такая шутка ходит в интернете. Ну, так как полнопривод, он конструктивно исполнен по-разному, инженерами, нашими разными людьми, то, конечно же, очень важно знать особенности своей автомобиля. Вот мне сейчас напомнили, человек обратился за рулём 12-15 лет, если не больше. Нужно такой стаж. Да, самый стаж, и он ездил на определённой недешёвой машине. Купил более дорогую машину, следующую модель этого же производителя. Машина похожая, но говорит, пока я ехал из другого города, я чуть не убрался. Она ведёт себя почему-то по-другому. В тот год у нас была как раз подготовлена площадка большая, и мы с ним покатались. Человек опытный, умеет сам себя анализировать, самокритично относиться. Вот хватило часа полтора-два, он говорит, я понял. Я понял разницу в поведении машины и понял, как теперь с ней по-другому немножечко взаимодействовать. Вот поэтому такие площадки к вопросу, зачем нужны, кому нужны, тем, кто хочет понять, как ведёт меня новая резина, какая машина длиннее, тяжелее, мощнее, как она сорвётся в занос, не сорвётся. — До эфира вы мне рассказывали такую интересную вещь, что порой прямо в ходе обучения нарочно создаёте некую сложную ситуацию для ученика в машине, из которой он должен выйти. И вы сказали такую фразу «человека нужно окунуть в практику». — Расскажите эту историю нашим слушателям. Это вот когда вы там ручник дёргаете? — Да, да. Когда мы в автошколе учимся, там есть вопросы, что делать человеку, когда случился занос. На переднем приводе, на заднем приводе автомобиля. И люди пытаются вникнуть, смотрят ролики. — Теорию изучить? — Да, мне это напоминает, знаете, учиться игре на гитаре по книжке, когда гитары нету. Надо создать такие условия. Поэтому у нас позволяет площадка, чуть-чуть слегка разогнавшись, кстати, это же делали и некоторые школы, они не обладали большими площадями, они на малых скоростях провоцировали занос. Так вот, мы немножечко разгоняемся, в поворот идём, и действительно, дёрнув внезапно ручник, заблокировав задние колёса, задняя ось скользит в сторону, машина пытается развернуться, и если это сделать... Иногда людей предупреждаю, иногда не предупреждаю, но смотрю за их поведением. Большинство, большинство интуитивно как-то практически рулят в нужную сторону. — Ага, то есть это не практика, не теория, это на инстинктивном уровне? — Да, но с другой стороны, если человек на большой скорости передержит руль, то машина, выравниваясь, условно говоря, человек крутит руль вправо, машина выравнивает своё положение на дороге, и если руль передержать, машина нырнёт вправо. — То есть тут соблюсти надо вот эту грань? — Да, да, взаимодействие своих действий рук и что происходит вокруг. — Ещё вот такая ситуация из аварийных пришла мне в голову, пока мы с вами общались. У нас тут заморозки скоро уже, ну, по крайней мере, в области уже были, вот ждём нашу осень уже совсем приходящую к нам. — И сразу вспоминаются ситуации на дороге, когда заносит фуру, и она идёт тебе навстречу, ну, некоторые ролики такие есть, у неё занесло её фуру, да, как раз хвост, и он перегораживает полностью поперёк дорогу и идёт на тебя. Как быть, нырять навстречу и выходить с той стороны, или прятаться в кювете, или всё надо по ситуации решать? Как бы вы поступили? Не дай бог, конечно, такое случится. — Да, не дай бог, случится, да. Выходили мне в лобовую, и я оттормаживался. — Фуры? — Нет-нет, легковушка обгоняла фуру. По поводу фуру тоже работал одной-другой, некоторое время в область выезжать приходилось в 4 утра, в 5 утра, и ты едешь по заснеженной дороге, у тебя слабится впечатление, что ты один, что всё безопасно. И тут же мне рассказывают, что прошлой ночью фуру перекрыла дорогу, она не могла справиться, ждала помощи, поехал на вызов экипаж, то ли ОМОНа, то ли какое-то быстрое реагирование, и они, вылетая с бугра, с поворота, не ожидали, что стоит транспорт, машина вышла туда. Я делаю вывод на чужих ошибках, на чужих ситуациях, что, во-первых, ваш видимый отрезок пути, его должно хватить на остановку. И если я иду, условно говоря, 120-110, у меня прямой участок, но он заканчивается поворотом или перевалом, я снижаю скорость. Вдруг там уже ямы не огорожены, та же самая фура сломалась, которую сейчас разворачивает. То есть мне должно хватить этого расстояния на остановку. То есть мы говорим про профилактику. О, кстати, тоже к этой теме все тут обсуждали ДТП с БТРом. Понятно, там уже возбуждено уголовное дело, это всё расследуют военные исследователи. Но вот чисто теоретически, человек даже на тёмной дороге, если этот БТР не был освещен, если не был выставлен знак аварийной остановки, то всё равно твои фары должны светить так, и твоя дистанция должна быть такой, чтобы успеть затормозить, даже увидев препятствие неосвещенное. Я сейчас скажу такую фразу, не я её придумал. Не вижу, не еду. В наших чатах специализированных, где мы там инструкторами обсуждаем всякие подробности, тоже, неоднозначно, тоже спорят, мы её пытаемся уточнить. Плохо вижу, меньше еду, насколько ты плохо видишь, насколько ты не видишь. Ну тут вспоминается вариант случая моего товарища. Их КАМАЗ военный попал в метель, двигаться было надо, и водителю с включёнными фарами в этой метели было ничего не видно. Командир принял решение, служивый шёл по обочине, и они двигались со скоростью пешехода. А он осматривал, всё ли там в порядке. Да, он видел на пару метров, допустим, и при такой скорости тяжёлый КАМАЗ успеет остановиться, даже если там брошен БТР. То есть лучше, тише, если не на дороге. Да, да. Опять же, возникает такой термин с курса автошколы – остановочный путь. Человек увидел, в среднем секунды, секунды – это время среднее, запутался, заволновался. Так, в среднее время реакции водителя у нас в секунды считается. То есть человек, пока увидел, ударил по тормозу, уже секунда прошла. Если он едет 90-25 метров уже со спиной, а ещё машине надо с Марсой со своей остановиться. Поэтому, конечно же, в темноте надо ожидать всяких разъяну. У нас не так много времени остаётся, но ещё хотя бы один вопрос хочется задать. Вот, готовьтесь к нашей встрече, к эфиру. Я вычитала интересную такую вещь в интернете, что легче всего справляться со сложными аварийными ситуациями на дороге, когда спинка водительского кресла практически вертикальна. А вот эта полулежачая посадка, которую многие любят, особенно очень молодые водители, она, наоборот, опасна и не позволит вывезти машину. Ну, скорее всего, не позволит. И в сложной ситуации это так? Действительно ли надо сидеть вот прям как на столе? Два момента сразу пришли на ум. Во-первых, обращение рулём должно быть бесперебойным, беспрерывным, чтобы ни на секунду не было заминки, когда машину крутят нашу в заносе то в одну сторону, то в другую. Мы должны бороться с ней без заминки. А для этого способствует, конечно, та посадка, когда мы верхнюю точку, дальнюю точку руля плотно держим. Это раз. Второй момент. У нас же в головах у всех есть система, которая отвечает за потерю равновесия. И, конечно, когда мы лежим, вертикальная спина лучше от нас способствует. Такая зарисовка. Мы когда сделали полигон, и вне плана попросили двух сотрудников ГИБДД поучаствовать в этом групповом занятии, молодой мужчина, там, 35 лет примерно, не помню, вот он как раз полулежа лежит. Я говорю, давайте посадку сделаем правильную, более рабочую. Он, понимающий, на меня посмотрел, говорит, ты скажи, что надо делать. Я говорю, ну, поехали работать. Вон конус слева-справа, тормозим слева-справа. Я заметил, что он сам понял, он поправил спинку вертикальнее. И ему стало удобнее. Конечно, у него упор спиня получился. Он стал уже оперативно работать рулем, пожрал руку и говорит, наш батальон надо к вам послать. Мы все немножечко... Я расслабился чуть-чуть, он признался. Вот такой простой совет, а сразу, возможно, уберег людей от будущих таких сложных ситуаций. У нас совсем не осталось времени на эфир. К сожалению, вопросов еще много, но вы так интересно рассказываете и про вашу практику, про все остальное. Но остальное уже, к сожалению, за эфиром. Геннадий, спасибо большое, что вы прибыли сегодня. С вами был цикл радиопередач «Все путем». Все о правилах дорожного движения, обо всем, что связано с дорогами и машинами. Обязательно увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова